Время лошадей и повозок С одним фермером произошла история, когда он поехал из дома в город, чтобы купить какие-то запасы. Его пес решил последовать за ним до самого города. Когда фермер приехал к магазину и стал привязывать лошадь к столбу, владелец магазина заметил, что пес очень тяжело дышал, и он пожурил фермера за то, что собака бежала рядом с повозкой, пока он на ней ехал. А фермер ответил, что этот пес устал не от того, что последовало за мной в город, а от глупых зигзагов по пути. Не было ни одних ворот, дыры в заборе или пня, которые он бы не исследовал. Он устал от этих зигзагов. Поэтому, друзья мои, я абсолютно уверен, что причины, по которым наше общество находится сегодня в таком затруднительном положении, это наши глупые зигзаги от Бога. Есть всего одна причина наркотиков, убийств, зависимостей, порнографии, сексуальных извращений и разрушенных семей. Это зигзаги от Бога к греху. Наша проблема не в том, что у нас недостаточно правительственных программ, и не в том, что правительство тратит недостаточно денег на социальные программы. Наши проблемы начались еще давно, когда мы начали делать зигзаги от Бога. Интересно, что в то самое время, когда президент Линдон Джонсон заявил, что до победы над бедностью остался один шаг, группа сбившихся с пути теологов заявила, что Бог умер. Это совпадение, скажите? Я не думаю. Сегодня правительство занимает место Бога и Церкви. Именно поэтому послание к римлянам так актуально для нашей культуры сегодня. Оно обращается к современной Церкви, а также позволяет Церкви делать пророческие заявления. Однако, время, когда апостол Павел писал римлянам это послание, когда он рассказывал им о гневе Божьем и грядущем суде за зло в обществе, вот вам неоспоримый факт из современной истории. После двух тысяч лет христианства, после пятисот лет реформации и более двухсот пятидесяти лет американского эксперимента, мы возвращаемся к дохристианским греко-римским аморальным извращениям. Вопрос, может ли суд, который пришел на Рим после ста пятидесяти лет христианства, быть сегодня еще сильнее? Это вопрос. А теперь давайте откроем первую главу послания к римлянам, восемнадцатый стих. На прошлой неделе мы начали серию проповедей на основании послания к римлянам под названием «Из долины к победе». Неважно, где вы сегодня. И как? Низко вы опустились в долину. А вы можете выйти на вершину горы Победа. Поэтому я назвал так эту серию, потому что именно об этом говорит нам апостол Павел. А в этом послании Павел выступает как великий диагност перед тем, как рассказать им о духовном исцелении, которое можно найти только в Иисусе. Он должен был рассказать им об их развращенном состоянии. Перед тем, как принять спасение от грехов, они должны осознать, что они грешники. Пока я не осознаю, что я грешный, я не смогу прийти ко Христу и попросить прощения за мои грехи. И здесь, в послании к римлянам, в первой главе, в отрывке с 18 по 31 стих, Павел дает нам три причины, почему суд Божий не может, а должен произойти рано или поздно. И вот вам причина номер один. Это стихи с 18 по 23. Запишите себе. Причина Божьего суда номер один — это те, кто искажают правду. Вторая причина Божьего суда — стихи с 24 по 27. Это те, кто извращают Божий дар сексуальности. В третьих — стихи с 28 по 32. Это те, у кого развращен ум. Искажение Божьей истины, извращение Божьего дара и развращение умов. Следите за ходом моих мыслей. Это три причины Божьего суда. На самом деле, эти три причины включают в себя любой грех, который только может прийти вам в голову. Его можно отнести в одну из этих трех категорий. Давайте рассмотрим первое — искажение истины. Но перед этим я хотел бы немного рассказать вам о Божьем гневе. Это известное выражение. Но очень важно, чтобы вы понимали, что же такое Божий гнев. Гнев Божий и любовь Божия — это две стороны одной монеты. Попытайтесь разделить их, и монета перестанет быть законным платежным средством. Без Божьего гнева любовь Божия бессмысленна. Почему? Потому что Божья любовь спасает нас от Его гнева. Надеюсь, вы еще со мной. Божья любовь спасает нас от Его гнева. Без Божьей любви гнев Божий — это безнадега. Можно просто есть, пить и веселиться, потому что завтра мы все умрем. А вот самая большая ошибка в понимании гнева Божьего. Божий суд — это некапризное и неконтролируемое неистовство, как думают некоторые люди. Поэтому они Его и избегают. Люди отрицают Божий суд или гнев Божий, потому что ассоциируют Его с человеческой, греховной, иррациональной, а также неконтролируемой яростью. Они ассоциируют слово гнев с человеческой злостью, полной ненавистью. И поэтому они говорят, Бог так не делает, Бог не такой. Все потому, что они ассоциируют слово гнев с неприязнью или враждебным отношением к кому-то. Поэтому они путают эти два понятия и не принимают истину Слова Божьего. Но я хочу рассказать вам о гневе Божьем еще кое-что. Он приходит на зло или на проявление зла. Мы с вами сердимся, когда задета наша гордость. Правда? Мы раздражены и иногда даже хотим отомстить. Это естественно, но Бог не держит ни на кого зуб. У него нет личной неприязни или враждебности к конкретному человеку. Нет, это такой же факт, как и то, что человек, прыгающий с высотного здания, разобьется и умрет. Ведь так? Только и всего. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что это очень важно поймите, что суть греха или корень греха? Плоды греха. Это все наши грешные поступки, но корень греха — это избавиться от Бога. Суть греха в том, чтобы заменить Бога, игнорировать Его или менять то, что Бог сказал. Искажать Его истину. И вот почему суд Божий придет на тех, кто искажает Его истину. Суть греха или зла в том, чтобы жить без страха Божьего или перекрутить истину о Боге. Те, кто искажают истину о Слове Божьем, те, кто рассказывают полуправду, о священном Божьем Слове, те, кто решили жить по своим правилам, прихотям и капризам, подпадают под гнев самого Бога. Можете не сомневаться об этом. Так что же такое истина? В послании к римлянам с 19 по 20 стих Павел пишет, что они отвергли познание самого Бога. Непринятие познания Бога — это суть проблемы. Я знаю, вы слышали, как люди говорят, «Бог несправедлив». А что будет с теми, кто никогда не слышал Евангелие? И я всегда отвечаю, «Вас это не касается». Кроме того, что вам нужно рассказывать им это Евангелие, оставьте их на Божью милость, благодать, любовь и справедливость. Но это всегда отвлекающий маневр. Я спрашиваю, «А что вы будете делать?» Вы услышали истину. Не переживайте о тех, кто ее не услышал. Но если вы посмотрите на 19 и 20 стихи, то увидите, что произойдет. Павел говорит здесь о естественном откровении о Боге, которое настолько очевидно, как нос на лице. Он говорит, когда они смотрят на великолепные горы и могучие океаны, когда они смотрят на то, как тонко и искусно устроены их тела, когда они видят точность, с которой действуют звезды и галактики, если, видя все это, они не верят во всемогущего Бога, то их ожидает суд. Если, видя все это, они продолжают думать, что они произошли от какого-то сгустка, то их ожидает суд. Они просто отвергают Бога. Но есть еще кое-что. То, что я хочу рассказать вам о гневе Божьем. Наступит день глобального суда, когда Бог будет судить весь мир. На этот суд попадут те, кто отверг Бога, изменил Слово Божие, и изменил истину о Боге. Но в послании к римлянам сказано еще кое-что, от чего хочется сидеть в углу и плакать. Здесь сказано, что даже в этой жизни, еще до судного дня, их ожидают последствия этого непринятия. Бог дает нам больше. чем мы хотим. Бог дает нам больше, чем мы того хотим. Это видно еще в самом начале Священного Писания на его страницах. Фараон ожесточил свое сердце, и Бог сказал, «Фараон, я дам тебе еще больше, чем ты хочешь». Да. Я еще больше ожесточу твое сердце. Так же и с другими вещами. Когда вы жаждете праведности, вы спросите, «А что это означает?» Я не знаю. Когда вы грешите, спотыкаетесь и падаете, а потом сразу же взываете к Богу. «Боже, мне так жаль. Прости меня. Так не должен поступать Божий человек. Мне очень жаль. Прости меня». Это означает жаждать праведности. И Бог видит вашу жажду и говорит на нее, «Я дам тебе еще больше Моей праведности». Вот почему сказано, что жаждущие этой праведности насытятся. Вопрос. Почему Бог дает нам больше, чем мы хотим? Бог уважает свое творение. Он уважает нас. Не так давно я прочитал, что только в США 70 миллионов людей имеют болезни, передающиеся половым путем. Бог им этого не давал. Бог им этого не давал. Они сами себе это дали. Ну почему? Потому что всякое моральное просветление приходит от Бога. Здравый смысл приходит от Бога. А когда источник этого морального просветления и здравого смысла, то есть Бог, отвергнут люди, опускаются во тьму аморальности и глупости. И мы видим все это вокруг нас. Иногда, когда я смотрю новости и слышу, как репортер, рассказывая о каких-то зверствах в мире, говорит, какое бесчеловечное поведение человека, мне хочется крикнуть, нет, глупец. Это человеческое поведение. Без истинного Бога не может быть истинной человечности. Без света Евангелие человек становится диким зверем. И 22 стих говорит, называя себя мудрыми, они настолько обезумели, что извратили всякое слово Бога. Слово, переведенное как «обезумели» можно перевести современным словом «придурок», ну или таким, как «болван». Иногда эти «болваны» говорят, поскольку последнего суда не было, его и не будет. Друзья мои, то, что Бог терпеливый и многомилостивый, не означает, что однажды Он не начнет сводить счеты. Он уже начал сводить счеты, отдавая их последствиям, их решений, но в последний день, судный день или день гнева, Он сведет все счеты. Как говорили старые проповедники, наступит день расплаты, Бог будет благословлять, благословлять и благословлять, а затем придет день расплаты. И никто не сможет сказать, «Бог не дал мне достаточно времени, Бог не дал мне возможности, и Бог меня не предупредил». Нет и еще раз нет. Суд ожидает тех, кто искажал истину, ну, а во-вторых, суд ожидает тех, кто извратил дар сексуальности, слышите? «Когда Божья истина устранена, разум затмевается, а когда разум затемнен, все дары Божьи, а особенно сексуальность, извращаются, искажаются и злоупотребляются». Послушайте славу Иисуса. Если вы все еще не верите в гнев и думаете, что это выдумка Павла, то вот что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 3 главе 36 стихе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Павел говорит то же самое и в послании к римлянам. Посмотрите 1 главу 26 стих. «Потому сказано тут». Почему? По причине извращения Божьего дара сексуальности. Бог отказался от них, потому предал их. Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Это очень щепетильная тема, особенно для тех, чьи родные и близкие застряли в таком образе жизни, но послушайте меня. Умоляю вас, послушайте меня. Если у вас есть родственники или, как у меня, соседи, которых я обнимаю, с которыми я общаюсь и дружу, то вы должны делать следующее. Кто бы что ни говорил, вы должны любить их. Просто любите их, а потом любите еще больше. Договорились? Не важно, что говорит пастор какой-то мега-церкви или глава деноминации, не важно, что говорит Верховный суд или правительство, Бог сказал, что любой секс, кроме секса между мужем и женой, это извращение Божьего дара сексуальности. Мы должны всегда любить тех, кто застрял в этом образе жизни. Всегда. Всегда. Никогда не переставайте поститься и молиться за них. Никогда, никогда не переставайте молиться за них. В прошлом я знал людей, которые пришли к Господу после заражения СПИДом. Мы в церкви любили их и служили им. Мы проводили их похороны. Мой близкий друг рассказал мне, что очень авторитетное исследование показало, что 95% тех, кто в Швеции сменили пол, 95% из них несчастны и находятся в депрессии. Все честные и умные психиатры, которых я читал, заявляют, что гендерная неопределенность это ужасное психологическое расстройство, но оно лечится. Лечится. Вы можете сто раз изменить пол, но пока вы не придете в любящие объятия Иисуса, вы останетесь несчастным человеком, но Иисус любит вас, и Он желает, чтобы вы пришли к Нему сегодня. Бог дал нам дар сексуальности, который должен использоваться в браке между биологическим мужчиной и биологической женщиной. Послушайте одно ужасное предложение. Сейчас я эмоционален, но когда я готовился к проповеди, то расплакался. Это ужасное предложение повторяется три раза. Бог оставил их. Любой, кого это радует, не знает сердце Иисуса. Искажение истины, извращение Божьего дара сексуальности и развращение разума. с 28 стиха. Тут снова сказано, Бог оставил их. Послушайте меня. Мы видим, как это разворачивается у нас на глазах. С каждым шагом, когда мы отвергаем библейскую истину, искажаем библейскую истину. Или меняем ее. Мы видим, как Божья сдерживающая рука понемногу убирается. Еще немного и очень немного, пока мораль не упадет на дно, и в нашей жизни не начнет доминировать этот каталог зла. Пожалуйста, выведите это на экран. Это 21 категория зла. Различная неправедность, зло, жадность, порочность, зависть, убийство. Это раздоры и обман, коварство и сплетни. Это клевета, ненависть к Богу, наглость, надменность, хвостовство, изобретательность на зло, непокорность родителям, безрассудство, отсутствие веры и любви, безжалостность. Я не знаю, как вы, но когда я читаю этот список, мне хочется искренне принять душ. Я имею в виду духовный душ. Представьте, что все это будет доминировать когда-то. Это будет ужасная жизнь для наших детей и внуков. Вы только подумайте об этом. Мне интересно, кто из нас не практикует? одобряет все это своим молчанием. Мне всегда было интересно, почему Иисус родился темной ночью, а это потому, что он и только он может поддержать нас в самые темные моменты нашей души. И возможно, вы слушаете или смотрите нас сейчас, и вы переживаете темный момент в своей душе. и Иисус желает встретиться с вами прямо там, где вы есть. А закончить сегодня я хотел бы приглашением для любого. Слышите, любого, кто желает перейти на светлую сторону Христа, вы можете сделать это сегодня во время этой молитвы. Мы хотим познакомить вас со светом, потому что мы тоже когда-то ходили во тьме, но перешли во свет, поэтому мы будем молиться вместе с вами. Но я также хотел бы обратиться к тем, кто знает Иисуса. Пока вы стыдитесь Евангелия Иисуса Христа, не того Евангелия, которое проповедуется в отступнических церквях, а Евангелия Иисуса Христа, пока вы живете как те, кто во тьме, пока вы имитируете жизнь из телесериала, вы потеряли свою силу в Боге. Заметили, я не сказал «потеряли спасение». Нет, но вы утратили силу в Боге. И сегодня вы можете обновить свой завет с Богом. Когда вы из любви перестанете стыдиться истины, когда вы стоите на истине, вот тогда вы увидите, что многие из тех, кто во тьме, начнут приходить к вам и просить, чтобы вы привели их к свету. Может, это будет ни сегодня и не завтра, и не на следующей неделе, но это произойдет. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом Юсефом.